Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в воскресенье, в неделю шестую по Пасхе о слепом, за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 1 по 38. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время оно, мимо еды, Иисус, видя человека слепа от Рождества, и вопросиша Его ученицы, Его глаголюще, Рави, кто согрешит, сей ли или родители Его, яко слеп родися. Отвеща Иисус, не сей согреши ни родители Его, но доявятся дела Божие на нем. Мне подобает делать и дела пославши Гомядонде же день есть. Придет ночь, егда никто же может делать и, егда в мире есим свет есим миру. Сия рек, плюну на землю и сотвори брение от плюновения, и помаза очи брением слепому и лече ему. Иди, умыся в купели, сила амсти, ежесказается послан. Иди, уба, и умыся, и приди, видя. Соседи же и иже бяху видели Его прежде, яко слепа бегла голаху. Несели есть, сидяй и просяй. Ови, глаголаху, яко сей есть. И ниже, глаголаху, яко подобен ему есть. Он же, глаголаха, яко азы есмь. Глаголаху же ему, как оти отверзостися очи, отвеща он и рече, человек нарицаемый Иисус, брение сотвори, помаза очи мои, и речейми, иди в купель сила амлю и умыся. Шед же и умывся прозрех, реша уба ему, кто то и есть, глагола не вем, ведоша же его к фарисеям, и жебе иногда слеп. Беже субботы, игда сотвори брение, Иисус и отверзи ему очи. Паки же вопрошаху, игое фарисея, како прозре. Он же рече им, брение положи мне на очи, и умыся, и вижу. Глаголаху, уба от фарисея неци, нести от Бога человек, яко субботу не хранит. Ови глаголаху, како может человек грешен сица во знамени творите, и распля бе в них. Глаголаху, уба слепцу паки, ты что глаголиша о нем, яко отверзи очи твои, он же рече, яко пророк есть. Не яша уба веры иудеи о нем, яко слеп бе и прозре, донде же возгласиша родителя того прозревшаго, его просиша, я глаголюще, сели есть сын ваю, его же вы глаголите, яко слеп родися, како уба ныне видит. Отвечасто же им родители его иреста, вемы, яко сие сын наю, и яко слеп родися, како жены не видит, не вемы, или кто отверзи ему очи, мы не вемы, сам возраст им от самого вопросите, сам о себе да глаголит. Сия рекоста родители его, яко боятьсяся жидов, уже бобяху сложилися жидове, да аще кто его исповесть креста, отлучен от сонмище да будет. Сего ради родителей его рекоста, яко возраст им от самого вопросите, возгласиша же вторицу человека, и живе слеп и реши ему, дашь славу Богу, мы вемы, яко человек сей грешен есть. Отвеча уба он и рече, аще грешен есть не вем, едино вем, яко слеп бех, ныне же вижу. Реши же ему паки, что сотвори тебе, како отверзи очи твои. Отвеча им, рекох вам уже и не слышасти, что паки хочете слышати, еда и вы, ученицы его, хочете быти, они же укориши его и реши ему, ты ученик и ситаго, мы же мы и сео вы и смы ученицы. Мы вемы, яко мы и сео вегла гола Бога, сего же не вемы, откуду есть. Отвеча человек и рече им, осембо дивно есть, яко вы не вести, откуду есть, и отверзи очи мои. Вем же, яко грешники Бога не послушает, но аще кто богачтец есть и волей го творит, того послушает. От века не слышана, яко кто тверзи очи слепо рождену, аще не бы был сед Бога, не могол бы творить и не чесоже. Отвечаше и реши ему, во гресе ты родился и севесь, и ты ли не учиши, и изгнаше его вон, услыша Иисус, яко изгнаше его вон, и обрет его речи ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Отвеча он и рече, и кто есть Господи, доверуй в него. Рече же ему Иисус, и виделись Его, и глаголись с тобою, то и есть. Он же рече, веруй в Господи, и поклонись ему. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют об исцелении слепорожденного. Мы же с вами обратим внимание на несколько моментов. Прежде чем Спаситель исцелил этого человека, ученики спросили, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Борис Ирич Гладков поясняет. Апостолы, как и большинство евреев, верили, что все важнейшие несчастья случаются с людьми не иначе, как в наказание за особенные грехи, и не только за их собственные, но и за грехи их родителей, дедов и прадедов. Такое верование основывалось на законе Моисея, гласившем, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода и на учении раввинов, утверждавших, что ребенок может согрешить еще в утробе матери. Отвечая на этот вопрос, Господь указывает вместо причины цель, для которой этот человек родился слепым. Не согрешили ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть, чтобы через его исцеление открылось, что Христос есть свет мира, что Он пришел в мир для просвещения человечества, пребывающего в духовной слепоте, образом которой является слепота телесная. А потому Господь плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди, умойся в купельне Силаам». Архиепископ Оверкий Таушев пишет, «Можно полагать, что все это нужно было для возбуждения веры в исцеляемом, дать ему понять, что сейчас над ним будет совершено чудо. Силаамская купель была устроена на Силаамском источнике, вытекавшем из-под священной горы Сионской, как место особенного присутствия Божия в Иерусалиме и храме, и потому, как бы нарочито был дарован или послан Богом своему народу, как особенное благодеяние, почему и считался священным источником, имеющим символическое значение. «Омывшись в водах Силаама, слепорожденный прозрел, что произвело сильное впечатление на знавших его. Выслушав рассказ исцеленного, его повели к фарисеям, чтобы рассказать о чуде». Фарисеи же говорят прозревшему, что он должен прославлять исцелившего его Бога, но тут же обвиняют Христа в том, что он грешник и не хранит субботы. Но исцеленный, прозревший не только телесными, но и духовными очами, ответил, «Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Господь, услышавший о том, что фарисеи выгнали прозревшего, нашел его и, открывшись ему, привел к вере в себя как Сына Божия. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, как меняется человеческая природа, встречаясь с благодатью Божьей. Будем же с мольбою взывать к Господу, чтобы Он избавил нас от духовной слепоты, рождающей греховные страсти, дабы открылись наши духовные очи. Господь по Своему милосердию и по нашей вере может сподобить нас этого чуда и ввести в Своё вечное Царство, если мы, еще не видя красоты и славы Царства Небесного, будем стремиться ко спасению и просить Господа просветить нас Его Светом. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя Господа, благослови, Господи! Господа, благослови, 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 Продолжение следует...